Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья С вами я, Елена Привалова И у нас в гостях моя коллега Органистка Долгое время была преподавательницей В Казанской консерватории По классу органа Сейчас главная органистка и хранительница В московском концертном зале Зарядье Лада Лабзина Здравствуйте, Лада Здравствуйте, Елена Лада прожила долгое время в Казани И лишь недавно, можно сказать, стала москвичкой Или я не знаю, стала ли москвичкой Но, по крайней мере, заведует Одним из главных органов В Москве Конечно, нам кажется, что здесь, в Риге, что это В Москве так же много органов, как в Риге Но на самом деле, наверное, во всей Риге больше органов Чем крупных органов по всей России Действительно, каждый инструмент И каждое открытие нового инструмента для России Это достояние и большой праздник Так же, как и случилось с органом в Зарядье Лада, расскажите об этом марафоне, который вы устроили весной Удалось это все сделать до карантина, к счастью И действительно, это был, мне кажется, самый большой праздник органистов Ну, устраивала, конечно, не я одна Это, в первую очередь, концертный зал «Зарядье» Во главе с директором, генеральным директором Ольгой Эдуардной Жуковой Придумали такую креативную идею совместно с известным режиссером Даниэлем Финцепаско О некой такой световой музыкальной иммерсивной инсталляции И в которую были вовлечены 24 органиста 12 органистов было из-за рубежа И 12 участников – это российские органисты разных возрастов Но уже которые заявили о себе достаточно ярко Вот, и это все действительно действие началось в 00 часов 28 февраля 2020 года И закончилось в 23 часа 59 минут уже 29 февраля То есть ровно сутки орган практически звучал без остановок Каждый органист играл около часа, где-то 55-57 минут И несколько минут давались для того, чтобы органисты могли сменить друг друга за инструментом Поставить регистровку, выставить ноты И в 00 каждого часа последующего каждый организм начинал играть Да, действительно, расскажите, какая была реакция у слушателей В какие часы были, можно сказать так, пик слушательский И ведь это действительно вы охватили и жаворонков, и сов, и, как говорят, даже голубей Да-да-да Ну, конечно, есть такое понятие, как час быка, скажем так С четырёх или до шести, или с трёх до пяти И тем не менее, я знаю, что в одной группе По-моему, у Тимура Халюлина, или у Маши Моховой По-моему, был кто-то один даже человек Ну, надо понимать, что группа, это была 10-минутная проходка Почему-то иммунитивная, это не статичное было мероприятие Оно уникальное вообще своей задумке и реализации Получилось уникальное, потому что когда задумывалось и рассказывали, как это будет Мы, конечно, все, так сказать, это трудно всегда представить до конца, как это будет Но когда команда Финцепаски расставила трубы, был украшен, сцена была увеличена Были сделаны тропинки, некие лабиринты световые А в этих лабиринтах на сцене концертного зала лежали партитуры Партитуры, кстати, были только органные Вот, то есть и группа сначала первые 10 минут до входа в зал Их встречал волонтер, который был подготовлен Он рассказывал о этом мероприятии, об органе То, что им рассказали и дали информацию режиссеры и органостроители В частности, Патрик Арман, генеральный директор компании «Мюляйзен» О том, с чем он сравнивает этот инструмент Например, можно ли его сравнить с какой-то большим животным Или какой-то стихией И такое интересное там было вступление И где-то максимальное количество людей за сутки в одну группу Я знаю, что до 75 доходило А вот минимально это один человек Где-то в 5 утра И все равно ему все рассказали И его провели И входили в одну дверь сцены Проводили по этому лабиринту Лабиринт так был закручен, что он подходил В центре сцены стояла мобильная консоль А у органа «Мюляйзен» две консоли Это одна основная консоль, встроенная в корпус органа И вторая мобильная, которая может передвигаться И находиться в любой точке сцены А также, если понадобится, в оркестровой яме Если ее необходимо будет открыть И слушатели подходили Практически были около мобильной консоли Органист при этом играл все подряд в свою программу Слушатели попадали в результате Погли не на начало произведения Они могли в середине Но здесь как бы не суть в том Чтобы это статичный органный концерт Часовой или полуторачасовой Здесь именно было некое священное действие Посвящение, скажем так, двоякое Посвящение слушателей в этот орган И органа в этот зал И открытие для слушателей Чтобы они могли ощутить Некие первоначальные эмоции, впечатления После которых у них должно было бы После этого действия Желание купить билеты И, конечно, прийти уже на большой вечерний концерт Что, собственно, многие так и сделали Потому что в течение суток Практически работала касса концертного зала И после вот Я говорю, они даже ходили Они видели там, что интересно было Процесс был виден абсолютно для слушателей Как организм играет Что бывает ведь крайне редко Это не очень видно Либо даже сейчас есть мода Значит, на некоторых концертах Выставлять экраны И с помощью видеопроекции Показывать, как органист играет Двумя руками, ногами Переключает регистры на разных мануалах А здесь слушатели Воучию Они были практически метр-полтора метра От органиста Они останавливались Они Была возможность все это записать на телефоны Слышать, видеть, как это возникает Они нажимают на клавиши И вот они звуки Которые падают каскадами На слушателя Это, конечно, впечатление очень сильное Поэтому я могу сказать Что реализация этой идеи В общем-то великолепная Мне Многие органисты Наши иностранные коллеги Российские Все были, в общем-то В очень большом восторге И в удовольствии Принять участие в таком марафоне Дорогие друзья Мы рассказывали Как раз наши гости Лада Лапзина Главная органистка И хранительница концерт Органа в концертном зале Зарядье Это в Москве И как раз мы разговаривали Об инаугурации органа О многочасовом марафоне Который длился целые сутки В котором приняли участие 12 европейских органистов И 12 российских Среди них, конечно, и Лада Лапзина Алексей Шмидтов Который приезжал в Ригу с концертами И Даниэль Зарецкий И Андрей Бардин Если не ошибаюсь, да? К сожалению, Андрей Бардин не смог У него оказалось Он был приглашен Но у него Получилось так Что у него там концерты стояли От филармонии Прям подряд И он не смог Оказаться от них Да, это вот иркутский органист А был также органист Из Екатеринбурга Представители Тарас Богинец Из Так, Тимур Халиуллин Это у нас филармония Это Белгород Это Белгород Тимур Халиуллин Белгород Был Мансур Юсупов Титулярный органист Калининградского собора Минниканта Мария Мохова Доцент Хайдельбергской Высшей школы музыки В Германии Так, кто еще был Была Любовь Башировна Шишкарного Профессора Московской консерватории Да, представители Разных органных школ Да, Владимир Ханяков Челябинск Солист Челябинской Был ректор Казанской консерватории Заведующий кафедрой Профессор Рубин Абдулин С которым вы Собственно говоря Вы являетесь его ученицей Да Да, конечно И кажется Тимур Халиуллин Ваш ученик Нет, ничего подобного Тимур Халиуллин Это ученик Зарецкого Это я перепутала Мансур Юсупов Имеет некоторое отношение Ко мне К вашей школе Расскажите Лада Как вы То есть орган В принципе для многих Инструмент И сложный И нас органистов Не так много И у всех абсолютно Разный путь К этому инструменту Как вы пришли К органу Вы знаете В актовом зале Казанской государственной консерватории Еще старый тогда был зал Такой стеклянно-бетонный Дизайн этого зала Советский был И мне было 15-16 лет Я поступала в музыкальное училище Я поступила в музыкальное училище Как пианистка В Казани И буквально На первом курсе Мне удалось Попасть на один Из органных концертов Леопольдоса Ди Гриса Вот И это на меня Произвело Огромное впечатление Что Занимаясь Участием В музыкальном училище Вот То, что я услышала Там Оно Видимо Ощущение Не то, что Это орган Мой инструмент А та музыка Которая звучала На этом инструменте Это было Ощущение Что это мое Плюс Я Как бы У меня склонность Есть к компровизации К некой композиции Я даже занималась Композицией И Поступив В Казанскую консерваторию Как пианистка На первом курсе Значит Есть такой Предмет Наверное Он у всех Это история Фортепианного искусства Среди которых Одна лекция Целая лекция Посвящена Как раз Старинным инструментам Клавесину В том числе Орган И Орган нам показал Как раз Рубин Коберович Абдулин Была Такая встреча И Дал всем Возможность Дотронуться Это уже Учебный инструмент Он находится Так и называется Он органный зал Казанской консерватории На третьем этаже Там стоит Замечательный Ойле Двухмануальный 24 регистра И Вот каждый Студент Пианист Он смог до него Дотронуться Там несколько секунд Вот И это конечно Я поняла Что я обязательно Должна Должна Вот мне хочется Это поучиться На этом инструменте Но Какие-то Фортепианные Планы Какие-то Конкурсы Что-то такое Это отодвинуло Это отодвинуло Вот И Возник такой момент Что Как раз только начали Открываться границы Это был по-моему 87-й Если не ошибаюсь Год И Появился Лео Кремер В СССР Тогда Олег Григорьевич Янченко Очень серьезную Такую Просветительскую Подвижническую Деятельность Вел Открывал Для молодых Органистов СССР Тогда Значит Границы Это Первые Мастер-классы Если не ошибаюсь Это в Питсунде Что-то было Еще где-то Какие-то Форумы Съезды Органистов И органных Мастеров Определение Места Органного Мастера Как профессия Это очень много Как бы дел И В том числе Учреждения Конкурсов Концертов В том числе Всероссийского Конкурса Вот И Я помню Что Людмила Камелина Как раз Готовилась К одному Из конкурсов По-моему Имени Фернса Листа И Она была Аспиранткой В Казанской Государственной Консерватории И мы были В одном классе По фортепианам И она Меня попросила Как это бывает Поассистировать Совершенно верно Поассистировать У нее Сольные концерты Ее был первый Там Сольные концерты И потом Она ехала Уже Ездила на конкурс И вот Я попала На Репетицию На урок И услышала Ту музыку Которую Она играла Это были Это и Бах Таката Даже и Фуга До мажора И форнслист БЦХ И Ройбки Соната Ройбки Псалом 94 Все сочинения Это сейчас у меня В репертуаре И когда Я На маленьком органе Я это все Значит Делала Романтическую Суэту Музыку С первого раза Во-первых Я обалдела От этой музыки Вот И И конечно Мое ощущение Было Что Это моя музыка Вот И А раз Это музыка Моя Значит Ее нужно было Начать играть А играть Надо было На органе Вот И Как собственно Все там Пианисты Уже С некоторым Опозданием Это сначала Некий факультатив А потом Ромен Коберыч Вот он Взял меня В класс По специальности У меня получилось Что две Специальности Фортепиано И орган Вот Ну и Так сказать Попав в класс Закрутилось там Движение Настолько динамично Что Сразу же Мы поехали В 90-м году Были Был отбор Ведь тогда В Советском Союзе Не было такого Что Можно было Запросто поехать На международный конкурс И Вот Как раз Олег Янченко И Помню Профессор Из Нижегородской Консерватории Это Галина Козлова Светлана Бодио Лурбин Коберович Кто-то еще Было Вот Жюри Были Приехали Ребята Многие В том числе Которые Которых Мы сейчас Говорили Кто был На инаугурации Это Изарецкий Хомяков Атистепенеж Кстати Был Из Дриге Вот И Мы Несколько Молодых Музыкантов Из Казанской Консерватории Я практически Всего лишь Год Играла На органе Мы уже Подготовили Программу К конкурсу Итальянскому Сита Дирагуза Который Проходил На Сицилии И Там Программа Была Вся Составлена Из Итальянской Романтической Неизвестной Музыки Которую Мы для себя Открыли Вот И В общем-то После этого Отбора Получилось Что мы Прошли И в 90-м Году Уже попали В октябре 90-го года На конкурс Сита Дирагуза Где Я сыграла Два Тура По крайней мере На разных Органах И это был Огромный Интереснейший Опыт И открытие Какой-то Абсолютно Для нас Новые Музыки Это не было Бах Не фрискобайди Это босси Там И остальные Вот И С этого Собственно Все как-то Закрутилось В 91-м Году Уже Всероссийский Конкурс Олег Григорьевич Инициировал Что Всероссийский Конкурс Должен был Пройти В Казани По сути Это же Распад СССР Это произошло В августе 91-го А здесь Это практически По составу Получился Всесоюзным Конкурсом И в Казань Тогда прибыло Мне кажется Человек 25-26 человек Участников Со всей Страны СССР Вот И это был Очень тоже Интересный Вообще Конкурс И у меня Была накладка Что я заканчивала Консерваторию Как пианистка Вот в буквальном смысле Я только Получилась Бегала Получила диплом И тут же Побежала На репетицию На конкурс И третий тур Был С оркестром Оркестровой Вот И Так училась Что я прошла Все три тура И стала Лауреатом Третьей премии Вот Ну и все Уже с этих 90-91 год Моя уже жизнь Только Соединилась С органом И собственно Астинтура Стажировка В Казанской Консерватории Она уже была Логичным Продолжением Как бы Совершенствования Мастерства Ну соответственно Конечно И Большое количество Мастер-классов В том числе Выезд В 92-м году В Голландию В знаменитый Харлем Великую академию Давайте поговорим О Харлеме И об академиях После небольшой Рекламной паузы Хорошо Дорогие друзья У нас в гостях Известная российская Органистка Главная хранительница И главная органистка Концертного органа Концертного зала Зарядье Лада Лубзина Слушайте нас Не отключайтесь Микс Ньюз Дорогие друзья Мы продолжаем Нашу передачу Культурная среда И кстати Несмотря на карантин И жесткие меры Культурная жизнь Немного продолжается И наш известный Латвийский Пианист Андрей Осокин Вместе с своей командой Организовали Мини фестиваль На котором может присутствовать Всего 20 человек За один концерт И в ближайшую субботу И воскресенье И 5-6 июня Пройдет этот фестиваль На Брибус 152 Подробную информацию Можно посмотреть На страничке Андрея Осокина В фейсбуке А в гостях У нас очень интересная Личность Органистка Лада Лабзина И как раз Она рассказывала О том Как училась В Казани Как она застала Окончание Советского Союза В своем органном образовании Как собственно говоря Обучалась У одного из Самых интересных Органистов Рубина Кабировича Абдулина И по импровизации У Олега Георгиевича Янченко Это уже Он преподавал И в Московской Консерватории И является одним Из ведущих Композиторов Россия Его произведения Исполняются Сейчас И конечно же Он наверное Как метафорично Можно сказать Прорубал окно В Европу И отвез Первых участников Уже Как только Рухнул Железный занавес В Европу И где Лада Лабзина Участвовала В конкурсе На Сицилии А затем И в других Мероприятиях И кстати Именно благодаря Олегу Георгиевичу Григорьевичу Именно Не то что благодаря А то что Она училась В его классе И потом Заняла первую премию По импровизации На очень престижном Конкурсе Имени Листа В Будапеште Это действительно На самом деле Органист И импровизация Еще во времена Баха Это были Неотъемлемые вещи Но сейчас Это редкий Органист Может блестяще Импровизировать И это Отдельное Искусство Лада Расскажите Немного Вот именно О этом Вашем поприще И часто ли Вот в молодости Вы говорите Что Не в молодости А в юности То что вы Увлекались композицией Импровизацией Пригождается ли Сейчас этот навык Приходится ли вам Импровизировать Да Спасибо За вопрос Дело в том Что вообще В том числе Вот орган Как инструмент Меня как раз Очень сильно И привлек Возможностью Импровизации Возможностью Мгновенной Композиции И действительно Это Олег Григорьевич Два года Работал В Казанской Консерватории Преподавал Класс Импровизации Но Это трудно сказать Что это был Чисто класс Импровизации Потому что Там было все Там было обсуждение Там и была И мы интерпретировали Что-то играли И сочинения Литературу Но Самое главное Это было Общение с ним Необыкновенно Интересное Он конечно же Профессиональный Композитор И Иногда он Говорил о том Что Да нет Какой план Какая схема В импровизации Этого ничего Не возможно Но при этом Он давал Задания И Заставлял всех Раскручивал Всех самых Студентов Которые Боялись Что-то сыграть Вне Нот Вне Партитуры Раскручивал Всех В класс Приходили Значит И студенты И аспиранты Из других Профессий Вилончелист Андрей Каминский Он сейчас Работает Доцент Казанской Консерватории Замечательный Совершенный Вилончелист Олег Григорьевич С ним делал Несколько программ И открывал В том числе Орган В Кирове Вот просто Приходили Для того Чтобы Иногда Орган Виолончель Вместе Посидеть Поимпровизировать И Олег Григорьевич Вместе с ним Импровизировал И я Пробовала Делать свои Первые шаги Вот Самое главное Он там Раскрыл Он дал возможность Какой-то импульс Для того Что это Надо перейти Некую Черту И начать Предслышать Какие-то Звуки Гармонии Вообще Какое-то Разворачивание Музыкальных Событий В самом себе Конечно Это не каждому Этому можно Научиться Безусловно И Мое пребывание В городе Харлем Это было В 92 году Я еще раз повторяюсь Я Как раз взяла Там два курса Курс Баха У Питке И Курс Импровизации И курс импровизации Вел Петер Планявский И Ян Раас И Конечно Там была Своя метода Система Которая Пошаговая Так сказать Какой-то Ход Событий Как можно было бы Эти навыки Научить Это навыки Это безусловно Навыки Но Эти навыки Должны Конечно Накладываться На идею Идею Которую Можно бы Интересно Профессионально С помощью этих навыков Инструментов Выполнить Красиво В Красивой Законченной Зарешенной Форме И Результатом Кстати Тогда Действительно В Харлеме Было Мое Участие В заключительном Концерте И Я Ян Раас Когда сказал Что вот Я выбрана Для Участия В этом Концерте Что я хочу Импровизировать Я предложила ему Идею Радуги Семь цветов радуги Семь цветов радуги Семь Нот Семь Звуков И Значит Семь Сюита Из небольших Семи Маленьких Пьесок Со своей Какой-то Драматургией Вот И в общем Это получилось Тогда Как бы Услышать Каждую тональность Каждый тон В своем Характере В своем Аффекте Вот И Конечно Потом Впоследствии Действительно Мое участие В 99-м году В конкурсе Ференцилиста Где я участвовала И как в интерпретации И в импровизации И там Действительно Написано Что Кто участвует В интерпретации Мог Заявиться В конкурсе Импровизации И Там нам Было дано На конкурсе Это было Между вторым И третьим Туром Три темы Одна из которых Был Григорианский Харал Тема Бартака И Тема Листа Ференцилиста И вот И вот Из этих Трех Тем Каждый Мы должны Были В какой-то Композиции Моя композиция Получилась Минуты 23 По-моему 24 Они записаны Радио Венгрия Записывала У меня У меня У меня У меня Есть Эта Запись Вот Инструмент В Академии Листа В нем Масса Было Интересных Тембров В том числе И колокола И колокольчики Вот И Мне Удалось Сделать Большую Композицию Такую Ну Не сюитного Плана Скажем Больше Может быть К симфониям С конечной Такатой Вот И совмещением Тем И С использованием Колоколов И колокольчиков Что потом В статье Венгерской Газеты Будапештской Потом ее дали Она у меня есть Написали Что Название Этой статьи Музыка Кремля Музыка Кремля Музыка Кремля Потому что В самом конце Так сказать Было Большое Крещендо Где Возникли Все эти Колокола Колокольчики И Вот И Так сказать Это Зазвенело По полной Программе Лада Подскажите Импровизация Тоже с ассистентом Или вы Умудрите Как бы Сами все включаете Конечно Конечно Это Потому что Это может Пойти Есть план Безусловно Который Придерживается Но в этом плане Иногда Какие-то Непредсказуемые Идеи Возникают По мере Разворачивания Событий И Конечно Хочется Какой-то Новый Тембр Либо Какой-то Контраст И Это Только Сам Организм Вот А что Касается Использовали Я импровизацию Вообще Как бы В своей жизни Когда-то Знаете Олег Григорьевич Когда нас Учил Он Сам Рассказывал О том Что В его жизни Импровизация Она В разные Периоды То Возникала Более Активно То Затухало И На первый План Приоритет Значит У него Были Какие-то Другие Вещи То Композиция То Работа В ансамбле Магрегал То еще Что-то Собственно У меня Таким же Образом Это Произошло Во-первых В Казанской Консерватории Когда Была Сформирована Кафедра В 98 Году Значит Несколько Лет Я преподавала Импровизацию Для Учеников Всех Студентов Кафедры Тогда Это было Но Например Последние Вот сейчас Годы Последние Годы Импровизация Ко мне Стала Возвращаться И Одним Из Интересных Опытов Это Авторская Моя Импровизация Целый Концерт На Мультфильм Советский Мультфильм Сделанным Атлантовым Снежная Королева Известный Мультфильм Это Одна Из Моя Целых Программ В рамках Традиционного Абонемента В Казани В Большом Концертном Зале Который Называется Органное Королевство Абонемент И вот Одна из Программ Она так и Называлась Снежная Королева Значит Это Мультфильм Который От начала До конца Собственно Это как бы Киноорган Получился Импровизационный Киноорган Весь Мультфильм Был озвучен Моими Ипровизациями И соответственно Конечно Для Этой Мультфильма Для этого Озвучивания Я придумала Несколько Просто своих тем Это понятно Что и определенная Система Лейтмотивов И соответственно Драматургия Фильма Добро Зло Смерть Жизнь Вот Мне Подсказала Очень Простые Вещи Мажор Минор Быстро Медленно Это все На самом деле Очень простыми Вещами Делается Но В результате Я эту Программу Несколько раз Уже играла Я играла В Перми И вот сейчас Опять Просят повторить На Врождественском фестивале 21-го года Уже со мной Говорили предварительно И в Казани Я играла И в Ульяновске И играла В Логограде При этом Это не Не архи Трудное Для восприятия Музыка Потому что Это часто Этот мультфильм Смотрят дети Хотя Конечно Это и Для взрослых В том числе Это философия Вот Так что Как бы Этот Искусство Импровизации Оно Сейчас В большей степени Ко мне вернулось И тем более С новым инструментом Органом Мелязен В Зале Зарядье Где Инструменты Огромные возможности Это Четыре Мануала Большой Набор Регистров 85 регистров Самых Разных И Где Инструмент Сочетает В себе Старые Исторические Традиции Построения Этого Инструмента С Некоторыми Моментами Синтезатора То есть Современными Технологиями Которые Дают Возможность Задерживать Звуки Реплей Например Есть опция Реплей Записать Некий Модуль В процессе Игры И потом Включить И он будет Повторяться И на этот Модуль Можно Наслаивать Еще Некие Новые Звуковые Пласты То есть Этот инструмент Для Импровизаторов Это В общем Только Кладезь И он Помощью Этих И комбинации Регистров Регистровых Переключений Удобных И Крещендо Так сказать В педали Генеральной Крещендо Дает возможность Делать Что угодно Лада Вы Преподавали В течение 18 лет Да В Казани Да Наверное Где-то Тогда Сейчас У вас Получается Такой Перерыв Педагогической Деятельности Чем Вы его Заполнили Вы знаете У меня Перерыва Никогда Не было Потому что Кроме Казанской Консерватории Где-то С 2009 Года Я еще Параллельно Преподавала Класс Органа В Казанской Музыкальном Колледже И до сих пор Сейчас Преподаете Нет 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 Конечно С моим Отъездом Из Казани Прошлым Летом Мне С колледжем Пришлось Расстаться Вот Ну и Надо сказать Что я Никогда Даже Последние Годы Все равно И мои Ученики Бывшие И даже Некоторые Преподают Всегда Консультировались И Мы были Да Общались И Саратовской Консерватории Я ездила Вместе с концертами И порой Давала Мастер-классы То есть У меня Как бы Такой Остановки Реальной Не случилось В моей Педагогике Вы Кстати Одна Из Немногих Органисток Которые Уже Со Своими Учениками И Даже Самостоятельно Ездили На Мастер-классы И Не стеснялись Брать Советов У своих Коллег Так Вот Мы С вами Встречались На Мастер-классах Под Любиком В Травимюнде У Сергея Черепанова Арви Дегаста Это Действительно Очень Ценно Что Нет Вот Этого Превосходства То Что Окончил Консерваторию Я уже Преподаватель И Как бы Продолж Ну Не то Что Прекращается Процесс Обучения Но Это Действительно Не каждый Педагог Способен Впитывать То Что Дает Другое Это Действительно Очень Ценно Подскажите Какие Вы сейчас Готовите Программы К моменту Когда выйдете Уже Из Кризиса Что Будет Ждать Слушатели На данном случае Наверное В концертном Зале Заряде В первую Очередь Да Действительно Вот Так Получилось Что После Открытия Органа И Мы Практически Ушли С второй Половины Уже Начинались Отменяться Концерты Особенно С Иностранными Музыкантами И вот На 24 марта Был запланирован Визу Бионик Но К сожалению Отменился Потом И В результате Я играла Онлайн Концерт Как Органист Зала И 3 мая Был Поставлен Мой Сольный Концерт В зале Но он Тоже Конечно Не был В связи С коронавирусом И сейчас Предварительно По крайней мере Дата Стоит На 12 сентября Перенос Сольного Концерта Но можно сказать Что мой год Первого Сольного Концерта Хотя Уже Начав Работу В зале Я Практически Осенью И в ноябре И в декабре Сыграла Два концерта В малом Зале Продюсеры И директор Зала Решили Что Органист Должен Играть Я с этим Абсолютно Согласна Это Выход Пьеса Пьеса Исполнила Очень интересный Опыт Тоже Кстати Что У Зала Есть Такой Инструмент Спектра Такая Палитра Разных Инструментов Вот Нового Совершенно Второго Вот Кто Кто Давал Мастер Рождение Нового Органа Открытие До свидания